Пасха – самый древний и важный праздник богослужебного года. К Светлому Христову Воскресенью верующие готовились 48 дней, Великий Пост и Страстная Неделя. В чистый четверг православные вспоминают о страданиях Спасителя. Согласно Евангелию, в этот день состоялась Тайная Вечеря. Иисус омыл ноги своим ученикам, помолился к Гефсиманском саду и был предан Иудой. Затем предшествовала Великая Пятница – время осуждения и публичного распятия Христа на Голгофе. Что для вас Пасха? Светлый праздник, всегда сопроводим его, встречаемся с семьей, приходим в церковь. Родители уже нас так приучили относиться с благоговением к этому дню. Мы так выросли не в особой вере, конечно, но мама всегда говорила, не веришь в Бога, но не ругай его. Священный праздник, поход в церковь обязательно, булки, яйца. Накануне светлого дня, Великую Субботу, весь мир уже предвкушал воскресение Христова. По традиции – последние приготовления. Бобруйчане посетили церковь, благословили пищу. Очереди выстроились около всех храмов. Освящается проношение сия, окропление воды сия священной. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Пасхальная служба началась в полночь с субботы на воскресенье. Вся она – торжественный гимн примирению Бога и человека, победе жизни над смертью. Сотни жителей города со своими семьями посетили храмы этой ночью. А уже после – праздничный стол. Главные атрибуты – крашеные яйца, кулич и творожная Пасха. Дорогие жители нашего города, сердечно поздравляю вас светлым праздником воскресения Христова. Этот праздник называется у нас праздником праздника «Торжество из торжеств», то есть самый великий, самый значимый. И готовились мы к нему тоже великим постом. И вот он пришел в наш город, и во всем мире его отмечают. Смысл праздника очень великий и значимый. Ведь Христос воскрес из мертвых, значит, и нам дарует жизнь. Он победил смерть, победил грех, победил дьявола. Святитель Николай Сербский, великий богослов и проповедник прошлого столетия, он говорил так. «Было много побед, но здесь была одна проблема. Был победитель побежденный. Одни радовались, другие огорчались. Одни унывали, другие восторгались. А вот есть единственная победа в этом мире, которой должны радоваться все люди, без исключения. Это победа Христа над смертью». Печалиться может только дьявол. А нам всем нужно радоваться этой великой победе, которая была куплена кровью самого Иисуса Христа. И поэтому Святитель Иоанн Златоуст в огласительном слове на Пасху говорит так. «Постившиеся и непостившиеся, все насладитесь пиро веры». Те, кто поленился и кто потрудился, пусть тоже почтят этот праздник, ибо трапеза, приготовленная Своим Господом Иисусом Христом, пусть никто не отойдет от нее неутешенный. И поэтому сердечно поздравляю вас, благочестивые жители нашего города, с этим великим торжественным днем. И пусть радость пасхальная озаряет наши сердца, наши дома, наши семьи. Пусть благодать Божия воскресшего Христа помогает нам в преодолении трудностей самых различных. Пусть светлое Христово Воскресение войдет к нам навсегда, чтобы жить со Христом и быть с Ним. А быть со Христом – это иметь жизнь вечную. А что еще может быть ценнее, чем жизнь вечная? Поэтому поздравления вам, благополучия, мира душевного, крепкой веры вам и с праздником Христос Воскресе. Воистину Воскресе Христос. Праздник Пасхи каждый год отмечают в разные числа месяца. Но всегда торжество приходится на воскресенье. Считается, что именно в этот день начинается истинная весна. Светлое радостное утро новой жизни. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.